Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Себастьян Перемони, и я курирую африканское направление деятельности Шеллеровского института, который я представлял на саммите «Россия-Африка», проходившем в прекрасном русском городе Санкт-Петербурге 27 и 28 июля, в саммите поистине исторического значения, ставшем символом смены эпох, которую мы с вами сегодня наблюдаем. Историческую роль он сыграл и для нас, Шеллеровского института, мы стали единственной западной организацией, которая была приглашена к участию в нем. Почему? Потому что с момента своего основания Хельгер и Цепляруш в 1984 году Шеллеровский институт борется за мир на нашей планете, за взаимное развитие стран, выступает за диалог цивилизации в духе Банданга и движения неприсоединения, а также за освобождение народов мира от финансовой олигархии, империализма и неоколониализма. Пользуясь случаем, я хотел бы предостеречь своих африканских друзей. Во время саммита я слышал рассуждения множества аналитиков и экспертов о спорном конце Франц-Африки. Видел многочисленные видео в интернете с критикой неоколониализма, но за они звучат так, как будто бы узнали о нем только на прошлой неделе. Однако Франц-Африка, несомненно, еще попытается взять контроль над освободительным движением африканских народов и задействует для этого свою коборту агентов и экспертов, потому что знает, что смертный приговор на иоколониализм уже вынесен, и ничто не сможет остановить его исполнение. Достаточно вспомнить саммит нашего президента Эммануэля Макрона «Африка-Франция», который проходил в Монпелье и в котором я тоже принимал участие. Организатором саммита выступил Президентский Совет Франции по вопросам о Африке. В ходе этого саммита африканские все интеллектуалы объясняли президенту Макрону четыре истины касательно политики Франции и в Африке. Но не нужно обманываться. Эти люди не более чем приспешники этой неоколониальной системы. Впрочем, сегодня жители стран Африки больше не позволяют себя обманывать. Мы видим, что происходит в Нигерии, мы помним революции, произошедшие в Центрально-Африканской республике Мани, Буркина, Фасо. Население этих стран, особенно молодежь, неуклонно стремится избавиться от гнета преступной политики, которую западные институты проводят со времен обретения Африки и независимости, используя в качестве своих инструментов различные военные и валютные соглашения. Но сегодня страны Африки свергают в себя это бремя. Добавлю, что все 14 франкофонных стран, которые используют колониальную валюту, африканский франк, сегодня входят в число 50 беднейших стран мира, согласно отчету ООН об индексе человеческого развития за 2021-2022 годы. Также посредством своего присутствия на саммите Шиллеровский институт имел возможность продемонстрировать, что у Африки и России есть друзья в Европе. И именно поэтому мы были приглашены на этот саммит. Если у Франции есть будущее без неоколониализма, без империализма, то частью этого будущего обязательно будем мы. В Африке об этом знают, поэтому нас пригласили в Мали в январе 2021 года, когда в стране произошли две революции, и мы использовали эту возможность, чтобы от имени французского народа проявить солидарность с народом Мали в его борьбе против политики финансовой олигархии. Я заявляю громко и ясно, мы больше не хотим военной интервенции Запада вообще, и Франции в частности, на африканском континенте. Роль саммита была исторически значимой, и в свете изменения глобальной парадигмы создания мультиполярного, дедоларизированного мира, построенного на взаимном уважении и взаимном развитии стран. Российский президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка, сказал, цитирую, «Саммит еще раз подтвердил решительный настрой и Африки, и России на дальнейшее развитие и поиск новых форм и новых областей взаимовыгодного сотрудничества». Конец цитаты. Я видел множество подтверждений этим словам на саммите. Несмотря на сильное давление со стороны западных структур на африканских лидеров и их правительства, с целью не допустить их участия в саммите, форум «Россия-Африка» собрал официальные делегации из 48 африканских стран, при этом 27 из них были представлены главой государства, либо премьер-министром. Также были представлены пять крупнейших интеграционных объединений африканского континента. Я назову двоих наиболее значимых участников. Это глава Африканского союза, действующий президент Камошских островов, господин Азалиасумани, и председатель комиссии Африканского союза, Муса Факима Хма. А 17 государств были представлены непосредственно своими лидерами. Можно смело сказать, что саммит «Россия-Африка» стал поистине революционным шагом к формированию мультиполярного мира. Итоговой декларацией саммита стало заявление его участников о своей приверженности совместному строительству новой, более справедливой мультиполярной архитектуры мироустройства, основанной на суверенном равноправии государств и взаимовыгодном сотрудничестве. Были приняты декларации о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, декларация о сотрудничестве по обеспечению международной информационной безопасности в свете информационной войны, которая идет во всем мире, декларация о предотвращении сотрудничества в цереборьбе с терроризмом, а также был разработан план совместной работы России и Африки на 2023-2026 годы для реализации всех договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего саммита. Как сообщил Антон Кобяков, советник президента России и исполнительный секретарь оргкомитета мероприятий саммита «Россия-Африка», всего в саммите приняли участие более 9 тысяч человек, тысяча компаний из стран Африки и из России, официальные делегации из стран и представителей различных гражданских организаций, компании из Африки были представлены в большом количестве и в большом разнообразии. В пространстве саммита были размещены различные стенды, на которых можно было увидеть товары и изделия ручной работы, произведенные в Африке, и все это представляло интерес для присутствующих российских партнеров. В рамках саммита 59 заседаний круглого стола были проведены, в которых приняли участие 457 докладчиков по основным темам саммита, это были новая мировая экономика, главная тема саммита, сотрудничество в области науки и технологий, гуманитарная и социальная сфера и совместная работа на нового качества жизни, а также комплексная безопасность и жизненное развитие стран мира. И, как ни странно, среди всего этого ни одного представителя Запада, с заключением Шиллерского института и журналиста канала «Франция 24». Хочу отдельно отметить присутствие Дилмы Русеф, бывшего президента Бразилии и сегодняшней главы нового Международного банка развития, то есть банка БРИКС. В ходе встречи госпожи Русеф с Владимиром Путиным, Путин напомнил, что в 2014 году они совместно с госпожей Русеф стояли у источников создания этой финансовой структуры. Путин заявил, что страны БРИКС не заинтересованы в объединении своих интересов, против чьих-либо еще, но напротив ведут работу, направленную на всемирное благо, и в частности это касается финансового сектора. Итак, дедоларизация мировой экономики идет полным ходом. Во время саммита я посетил несколько панельных дискуссий, и каждая из них более чем заслужила внимания. Кратко расскажу о некоторых из них. На первой панельной дискуссии отмечу присутствие президента Зимбабве, господина Эмерсона Мнангагве, который чрезвычайно открыто, крайне прямолинейно, очень четко, очень ясно обличил то, что он сам своими словами назвал мертвой хваткой колониализма и империализма. Он заявил, что несмотря на то, что против глобального юга борется глобалистский порядок, поддержка таких прогрессивных стран, как Россия и Китай, гарантирует Зимбабве победу. При этом он осудил Запад, который, цитирую, уже более ста лет не дает нам добиться истинной независимости, но при этом пытается учить нас, демократии, и финансирует марионеточную оппозицию. Но, думаю, здесь все предельно ясно. Он сообщил, что Зимбабве готовится к качественному скачку во всех областях физической экономики с программой «Наука и технологии 2030». Беседуя с президентом России, президент Зимбабве также отметил, что поскольку вследствие санкций в отношении России и Зимбабве возникают определенные трудности при проведении операций в долларах США, Зимбабве будет искать автономные альтернативные решения и использовать другие формы оплаты для проведения различных транзакций. Отрадно, что Российская Федерация смогла к этому прийти вопреки или, скорее, даже благодаря наложенным санкциям. И снова мы наблюдаем дедоларизацию. Напомню, что в 2020 году вышла моя книга «Африка глазами будущего», первую главу которой я посвятил проблеме валютного суверенитета африканских стран, вторая глава посвящена развитию космических технологий в Африке, а третья – развитию гражданской атомной энергетики, теме, на которую в Африке практически наложено табу. Однако никаких табу на саммите «Россия-Африка» не было. Название первой панельной дискуссии говорит само за себя «Атомные технологии для развития Африки». По сути, наследие известной программы «Мирный атом». В настоящее время на африканском континенте функционирует всего одна атомная электростанция, она находится на территории Южной Африки. Однако российская госкорпорация «Росатом» уже ведет строительство еще одной электростанции в Эль-Даба в Египте. На первой панельной дискуссии были озвучены обязательства госкорпорации «Росатом». Это поставка российского ядерного топлива на весь срок эксплуатации АЭС, обучение и тренинг персонала в Египте для подготовки инженеров для работы на АЭС, обеспечение египетским партнерам разнообразной поддержки в течение первых десяти лет эксплуатации АЭС, а затем, по истечении этого срока, передачу знаний и технологий египетской стороне в полной мере для самостоятельного управления работой АЭС. Сегодня многие страны Африки заинтересованы в потенциале гражданской атомной энергетики. Это, например, Ганна, Нигерия, Руанда, Бурунди и Уганда, требующие ввода новой атомной электростанции в эксплуатацию уже к 2031 году, то есть через семь лет, что делает этот проект особенно амбициозным. Также заинтересованность в использовании гражданской атомной энергетики на своей территории выражает Буркина-Фасо. На первой дискуссионной панели присутствовала Принсиэм Томбини, которую вы, возможно, знаете. Она является основателем Africa for Nuclear и выступала на конференции Шиллерского института в апреле 2022 года. На этом саммите она снова выразила открытую критику в адрес лицемерной западной политики так называемых устойчивого развития и энергетического перехода, которые лишь тормозят развитие атомной энергетики на Африканском континенте, а Запад, разумеется, настаивает на использовании малоинтенсивной энергетики. Также в ходе этой панельной дискуссии Ибрагим Увизеев, министр гидравлики, энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Бурунди, заявил, что его стране необходим доступ к атомной энергетике, поскольку территория Бурунди слишком мала, на ней нет места для размещения достаточного количества солнечных батарей, следовательно, солнечная энергетика не является оптимальным решением для Бурунди. Как видите, идеи Линдона Ля Руша о плотности потока энергии открыты и последовательно отстаивают министры нескольких африканских стран. На первой панельной дискуссии было отмечено, что одной из стратегических задач, стоящих перед каждой страной в условиях современности, является внедрение технологий, способных обеспечить энергетическую безопасность, гарантировать реальное и устойчивое развитие всех секторов экономики и укрепить научный и человеческий потенциал страны. Мне не удалось присутствовать на второй панельной дискуссии, темой которой был космос, поскольку она проходила параллельно с первой. Однако мне известно, что на ней обсуждался тот же подход и те же принципы ускорения экономического развития и повышения уровня жизни населения, и в особенности обеспечения доступа африканской молодежи к получению современного образования в области высоких технологий. Об этом в рамках форума «Россия-Африка» было подписано множество соглашений. И, наконец, я хотел бы упомянуть особенно интересную панельную дискуссию, посвященную Евразийско-Африканскому экономическому союзу. Она называлась «Горизонты сотрудничества» и проходила при участии Сергея Глазьева, давнего друга Шиллеровского института. Он сказал, он оказал нам большую честь, дав нам интервью, с которым вы можете ознакомиться на нашем официальном интернет-сайте www.instituteshiller.org. Сергей Глазьев рассказал нам, что во время этой панельной дискуссии было разработано множество соглашений о партнерстве не только с Россией, но в рамках Евразийского экономического союза, в которые входят, например, Казахстан, Кыргызстан, Армения и так далее, и о расширении такого сотрудничества между этими странами и странами Африки. Уже достигнуты договоренности с Египтом и Анголой. Есть проекты, которые сейчас находятся на стадии подписания, и значительное расширение сотрудничества идет полным ходом. А я хотел бы поблагодарить Сергея Глазьева лично от имени Шиллеровского института за то, что он нашел время на интервью с нами на саммите Россия-Африка, несмотря на свою занятость. Одним из ярчайших моментов саммита стали многочисленные инициативы в области культуры и спорта, направленные на установление подлинного диалога между российской и африканской молодежью. Было невероятно интересно наблюдать за встречами представителей России и Африки, видеть их желание учиться друг у друга, их открытость к дальнейшему сотрудничеству. Например, на саммите были объявлены игры дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, с целью налаживания отношений международной России и Африки посредством молодежного сотрудничества. Молодежная повестка также обсуждалась и во время круглого стола с участием молодых российских и африканских лидеров. Поднимались вопросы образования, науки и технологий. Был объявлен международный молодежный фестиваль, который пройдет в России в 2024 году и соберет самых прогрессивных молодых людей нашей планеты. Итак, на саммите имел место разноплановый обмен в научный, технический, спортивный, культурный и интеллектуальный областях. Как я сказал, все это было очень интересно наблюдать, не говоря уже об огромном количестве культурных мероприятий, проходивших в рамках саммита. Хотел бы отметить особенно два из них. Это третий международный балетный фестиваль школы Иннопрактика. Надеюсь, я правильно произнес название. Целью которого было познакомить африканскую публику с традициями русского балета. А также фестиваль африканской музыки, который прошел 29 июля, и в нем приняли участие звезды африканской эстрады, которые приехали, чтобы познакомить жителей России с культурой Африки. Это был поистине живой и актуальный культурный обмен. В заключении хочу рассказать, что нам удалось встретиться и побеседовать со значительным числом политических деятелей, панафриканских активистов, представителей гражданских и общественных организаций. Мы дали многочисленные интервью таким СМИ, как «Спутник Африк», алжирским СМИ, каналу «Африка Медиа» и прочим. Это дало нам, Шиллеровскому институту, возможность изложить свое видение этого нового диалога, этого Содружества наций, столь далекого от преступной неоколониальной политики НАТО, «Лондонского Сити» и «Уолл-стрит». Должен сказать, что мы, как европейская организация, нигде не встречали какой-либо враждебности по отношению к себе, несмотря на санкционную политику, проводимую Западом против России и Африки. Об этом свидетельствуют слова Натали Янб, сказанные во время нашего интервью. Пожалуйста, посмотрите и проникнитесь атмосферой саммита. Здравствуйте, Натали, очень рад вас видеть. Итак, вот мы оба здесь, на саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Но должен сказать, что наше интервью несколько парадоксально. Я француз, и мне известно, что вам запрещен въезд в мою страну. Вы можете объяснить, откуда у Франции такая враждебность по отношению к вам? Я думаю, вам лучше спросить тех, кто проявляет эту враждебность. Со своей стороны, я не испытываю никаких додативных чувств по отношению Франции. Я выступаю лишь против политики Франции в Африке. Как я сказал в самом начале, присутствие нашей организации на этом саммите было особенно важным, поскольку Шилирунский институт всегда боролся за мир, взаимное развитие стран и диалог цивилизации, что полностью спадает с целями второго саммита «Россия-Африка». Мы поддерживаем народные революции, происходящие в настоящее время в африканских странах, потому что от этого зависит будущее Африи. Для Франции должно стать делом чести, полностью покончить с неоколониализмом. Мы живем в решающий исторический момент, и мы должны ему соответствовать.